После окончания третьего курса Зугрессского энергетического техникума Женя Самойленко отправился на войну. Сначала на блокпост под Шахтерском, а в середине августа, когда украинская армия предприняла попытку обойти Иловайск, занял с товарищами оборону на окраине Троицка-Харциска. АГС, пулеметный расчет, вот там вот был. Ну и парни подкрепляли, в общем, чем могли. Автоматы, значит, РПГ седьмые были, ну вот, Турсы были, стояли вот там вот дальше немножечко. И, ну как бы, и ПТРД, противотанковое ружье. Вот, вот здесь оборонялись, сидели. Обстрел нас обстреливали со всех сторон, оттуда обстреливали, оттуда обстреливали. С самого утра начинали, прекращали буквально там на полчаса, на час, может быть, перезарядиться. После нескольких дней боев защитники Троицка-Харциска получили поддержку от батальона «Оплот» в зенитную установку с экипажем из пяти бойцов. Поставили зушку здесь. Первый день она поставила, все нормально было. На второй день выехал танк, его не увидели, или он как-то выкрался так, что, в общем, на него успели как бы направить, чтобы стрелять по нему. Но он выстрелил впервые, и прямое попадание было. Люди стояли здесь недалеко, в метрах ста. Они видели, как эта зушка взлетела, и, в общем, разнесло. Все погибли? Все погибли, да, весь экипаж был погиб. Евгений пошел в ополчение сразу после того, как увидел, какими методами украинские силовики расправляются с недовольными новой киевской властью в городах и поселках Донбасса. Это все подействовало очень сильно. И пошел воевать. И до сих пор воюешь? Да, вполне. До сих пор воюю и буду продолжать воевать. Даже на заочное перевелся. Война без отрыва от учебы. Таковы нынче реалии Новороссии. Новороссии.